Эвакуация пассажиров в метро Нью-Йорка, из-за чего несколько человек оказались в больнице. В Рождеству пропалестинские активисты устроили беспорядки в Манхэттене. В Южной Дакоте из-за гололеда пришлось перекрыть крупную автомагистраль. За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента проходили сегодня? Результаты нового опроса. Власти Чикаго заселяют иммигрантов без документов в городские отели. В Калифорнии никак не могут решить вопрос о репарациях потомкам рабов. Тесла опять отзывает тысячи автомобилей. Пара из Флориды продала дом и бизнес, чтобы жить на круизном лайнере. Почему не всем понравилось необычное поздравление губернатора Колорадо? Можно ли в США проносить домашнюю еду в самолет? Как медведи заставили чиновников ввести новые правила для посетителей озера Тахо? В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. В Америке продолжается праздничный сезон. Устраивайтесь поудобнее, как обычно в это время на YouTube-канале Бюро, я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. Как минимум 4 человека пострадали в результате пожара в метро Нью-Йорка. По данным полиции, возгорание произошло на станции Хай-стрит Бруклин-Бридж. Но вот на кадрах видно, как несколько человек закрывают лица от дыма. Сотрудники экстренных служб Нью-Йорка сразу же начали эвакуировать пассажиров. В больницу были доставлены 4 человека. Что стало причиной пожара, пока точно неизвестно. По одной из версий, на путях загорелся мусор. Пропалестинские активисты 25 декабря устроили акцию у главной рождественской елки Нью-Йорка. Пропалестинские активисты 25 декабря устроили акцию у главной рождественской елки Нью-Йорка. Ну вот сначала демонстранты пришли к Рокфеллер-центру. Они разбрызгивали краску красного цвета и требовали от туристов отказаться от праздника. После шумной акции демонстранты двинулись к центральному вокзалу. Еще одна группа активистов устроила шествие на Юнион-сквер. Ну вот несколько человек были в итоге арестованы. Ну а в столице США пропалестинские активисты решили устроить акции возле домов главы Пентагона и советника Байдена. Правда, скорее всего, ни Ллойда Остина, ни советника по нацбезопасности Джейка Салливана дома не оказалось. Организаторы акции назвали представителей администрации Джо Байдена военными преступниками. Через какое-то время на место протестов приехала полиция. В итоге активисты решили разойтись. В Небраске и Южной Дакоте на Рождество дороги превратились в каток. Из-за обледенения на трассах увеличилось количество аварий. Так, в Небраске на дороге потеряли управление трактор и две буровые установки. Полицейские рекомендовали всем автомобилистам по возможности оставаться дома. В Южной Дакоте из-за гололеда даже пришлось перекрыть крупную автомагистраль и отменить более сотни авиарейсов. В Чикаго иммигрантов будут временно размещать в отелях. Сейчас чиновники ищут гостиницы, которые согласятся принимать просители убежища. Они будут жить там временно. Уже в январе власти обещают открыть новый приют. Иллиной совсем недавно выделил 160 миллионов долларов на помощь иммигрантам. Из этих денег сейчас будут оплачивать номера в отелях. Сейчас в Чикаго в приютах живет около 15 тысяч иммигрантов. Ну а около 600 человек по-прежнему не имеют постоянной крыши над головой. Дональд Трамп опережает Джо Байдена на 4% пункта. Издание Daily Mail опубликовало результаты национального опроса. 40% американцев отдают предпочтение Трампу, а кандидатуру Байдена готовы поддержать 36% опрошенных. Интересно, что 18% опрошенных все еще не решили, за кого будут голосовать на предстоящих выборах. Ну а вы уже определились с кандидатурой? Если бы выборы состоялись сегодня, то за кого бы вы проголосовали? В Калифорнии никак не могут решить вопрос о репарациях потомкам рабов. Специальная комиссия уже два года обсуждает этот вопрос. Там пытаются разработать способы компенсации, но пока дискуссия ни к чему так и не привела. Но вот эксперты считают, что обсуждение займут много лет, потому что избиратели даже в либеральной Калифорнии пока не готовы оплачивать из своих налогов подобные программы. Как пишет NBC, идею репараций поддерживают 80% чернокожих американцев и только 20% белых. Ну а там же в Калифорнии провели эксперимент с бездомными. В течение года социологи выдавали 100 бездомным жителям Сан-Франциско и Лос-Анджелеса по 750 долларов в месяц. В итоге они пришли к выводу, что эти деньги большинство людей тратят вполне осознанно. В большинстве случаев средства шли на оплату еды, уход за детьми и другие базовые потребности. Многим благодаря этой сумме удалось наконец-то покинуть приюты и снять жилье. Теперь социологи рекомендуют властям создать программы гарантированного дохода. Идея в том, чтобы малообеспеченные американцы получали от государства несколько сотен долларов в месяц в качестве пособий для оплаты жизненно необходимых услуг. Ну а вы, кстати, что думаете? Нужно ли тем же бездомным ежемесячно выплачивать какие-то суммы? Или такая помощь вряд ли поможет? Во Флориде патрульный по ошибке остановил полицейского, который преследовал преступника. Это произошло в пригороде Майами. Патрульный увидел машину, которая двигалась на огромной скорости и не останавливалась на красный свет. Полицейский устроил погоню. Автомобиль в итоге остановился, а водитель включил проблесковый маячок. Оказалось, что патрульный все это время преследовал коллегу под прикрытием. Полиции провели проверку и решили, что оба сотрудника правильно выполняли свою работу. Важная новость для владельцев электромобилей Тесла. Компания отзывает 120 тысяч машин. В моделях S и X нашли уязвимость. В момент аварии двери могут разблокироваться. Напомню, что Тойота на прошлой неделе отозвала 1 миллион автомобилей из-за дефекта с подушкой безопасности на пассажирском сидении. Самый большой за последний год караван иммигрантов, который идет через Мексику границы США, уже насчитывает более 10 тысяч человек. Но вот, скорее всего, уже у американской границы к каравану присоединятся еще 5 тысяч человек. Как раз на этой неделе состоится встреча представителей США с президентом Мексики, на которой будет обсуждаться гуманитарный кризис на границе. Президент Мексики Андрес Абрадор призвал американские власти ослабить санкции в отношении Кубы и Венесуэлы. Именно из этих стран с октября по ноябрь этого года убежище попросили более 20% от общего числа иммигрантов. Власти Калифорнии усиливают защиту арендаторов жилья. Теперь владельцам жилья запрещено выселять из квартир жильцов, которых подозревают в преступлениях. Также ограничен и размер депозитов. Он не может превышать стоимость аренды за один месяц. Также в новом законе жестко прописаны правила возврата депозита. Ну а еще закон прямо разрешает квартирантам заряжать электросамокаты и велосипеды дома. Ну а повышать арендную плату можно не более чем на 10% в год. Ну вот боюсь представить, насколько теперь подорожает аренда жилья в Калифорнии и какие требования будут предъявлять владельцы квартир к потенциальным жильцам. Во Флориде спасли водителя, который застрял на эстакаде. Водитель фуры потерял управление из-за сильного дождя в районе Палм-Бич. Машина буквально зависла над оживленным шоссе. Пожарные использовали лестницу, чтобы вытащить водителя из кабины. Спасательная операция была настолько зрелищной, что несколько водителей отвлеклись от дороги и устроили аварии. Известный рэпер Канни Уэст попросил прощения за антисемитские высказывания. Американский музыкант опубликовал в своем инстаграм текст на иврите. В нем он попросил прощения за свои прежние антисемитские высказывания. Канни Уэст сожалеет о причиненной людям боли. Как заявил рэпер, для него крайне важно, чтобы все, кого он обидел, приняли его прощение. Напомню, что ранее Уэст даже выражал симпатию Гитлеру. Пара из Флориды продала дом и бизнес, чтобы жить на круизном лайнере до конца своих дней. Супруги Хеннесси решились на такой шаг еще в 2020 году. Сначала они купили дом на колесах, но быстро устали колесить по стране. В итоге пара выкупила каюту на круизном лайнере. Супруги получили возможность обставить помещение по своему вкусу. На борту туристы собираются провести 15 лет. Добавлю, что судно пока что строится. И за это это будет первый круизный лайнер, где туристы могут выкупать себе каюту и приглашать в гости друзей и родственников. Ну а вы что думаете о такой возможности? Мы продолжаем. В редакцию YouTube канала Бюро обратилась наша подписчица Оксана Цуданова. Она просит нас помочь ей в решении очень важного вопроса. Оксана уже три года назад как получила гринкарту по замужеству. Сейчас женщина хочет подать документы на гражданство, ну а заодно и сменить фамилию. Ну то есть взять фамилию мужа американца. И вот вопрос. После изменения фамилии нужно ли менять фамилию в документах Российской Федерации? Ну а если Оксана не изменит фамилию в российских документах, то могут ли возникнуть какие-то проблемы? И какие? Ну вот поможем разобраться в этом Оксане прямо сейчас. К нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что нашли время. Я знаю, что вы занимаетесь этими вопросами. Расскажите, стоит ли вообще принципы менять фамилию в российских документах и какие проблемы могут возникнуть? Ну на самом деле, если она не поменяет фамилию, то особых проблем у нее не возникнет. Не будет у нее никаких штрафов, никаких далеко отдущих последствий. Но с точки зрения удобства, конечно, лучше фамилию поменять. Тем более решение окружного суда, которым меняется фамилия при получении гражданства, оно прекрасно апостелируется и является основанием для изменения фамилии в российских документах при наличии апостели. И это очень часто людям нужно. И ко мне приходят порой люди, которые 20 лет назад получили гражданство, 30 лет назад гражданство. И тогда же поменяли фамилию и не внесли изменения в российские документы, в украинские, в какие угодно. И сейчас, спустя годы, это как-то коснулась эта проблема. Это никогда не можно сделать. То есть здесь нет никаких таких последствий, что если вы не сделаете полугода, то вас и штрафуют. Или посадят, не дай бог, в тюрьму. Таких последствий нет. Поэтому можно решать проблемы сразу, можно решать проблемы по мере их поступления. То есть когда я меняла фамилию, по другим основаниям меняла, то я, конечно, поменяла и в российских документах тоже. Но сейчас многие, немногие себе могут позволить поездки. И, в общем, если вы это не сделаете вовремя, вы это можете сделать потом. Правильно я понимаю, что в будущем могут возникнуть, например, если будет Оксана решать вопросы с недвижимостью, если у нее что-то есть в России, то начнется путаница. Да и вообще выехать или заехать будет сложно. Какие вот проблемы, если не сменил фамилию в российских документах? Заехать, выехать сложности не будет. Берете с собой документ, подтверждающий переменную фамилии. Берете билет на фамилию в американском паспорте, когда летите в Америку, когда летите в Россию. Но это неудобство, но это не проблема. То есть документ, подтверждающий переменную фамилии. И адью, летите куда хотите. С точки зрения продажи, допустим, недвижимости, до тех пор, пока вы поддерживаете российский паспорт на своей фамилии, которая у вас была до изменения, вы тоже под этим паспортом можете и купить, и продать. Сложности возникают в наследственных делах. Например, в случае, когда оставлено завещание на одну фамилию, а у вас она уже совсем другая. Даже без завещания, когда люди много-много в чего раз меняли, им нужно доказать связь между их американским паспортом и российским. Да. То есть это всё решаемо. Но вот по моему опыту, люди, которые затягивают решение этих проблем, их гораздо больше, чем те, кто эти вопросы решает сразу. То есть обычно люди обращаются тогда, когда у них уже всё горит, им надо это сделать. Но я бы не сказала, что не давала бы рекомендации, бросьте всё, езжайте в Россию, обращайтесь, берите штурмом консульства, куда очень трудно попасть, и делайте это немедленно, потому что это действительно некритично. Это можно сделать всегда. Спасибо огромное. Ну, в любом случае, действительно, так и бывает. Всё в последний момент. Ну, многие, по крайней мере, так делают. Ну вот, в общем, поэтому мы здесь и обсуждаем разные проблемы. Спасибо вам огромное. Лицензированный юридический консультант Карина Деваль была вместе с нами сегодня. Я вас благодарю. Увидимся. Продолжение следует... Рождественская история почти как один дома два. Авиакомпания «Спирит» посадила ребёнка без родителей на неправильный рейс. Шестилетний мальчик из Филадельфии впервые отправился без взрослых в путешествие, и в полёте его должны были сопровождать сотрудники авиакомпании. Ребёнок летел навестить свою бабушку во Флориде, но вместо самолёта в Форт Майерс его посадили на рейс до Орландо. В компании заверили, что они всё время были на связи с семьёй, но вот бабушка мальчика заявила, что ей так никто ничего и не пояснил. В рождественскую неделю вы можете выиграть более 600 миллионов долларов. Джекпот Powerball сейчас составляет 638 миллионов. Это четвёртый раз за год, когда джекпот достигает более полумиллиарда долларов. Последний раз на Рождество джекпот удалось выиграть 10 лет назад. Губернатор Колорадо решил необычно поздравить жителей штата с Рождеством. 48-летний Джаред Полис опубликовал вот это видео. Но вот, к сожалению, мы не можем показать ролик со звуком из-за авторских прав. Но вот в ролике Полис поёт популярную песню «Фелис Навидат». Но с испанского эти слова переводятся как «Счастливого Рождества». Однако некоторые жители Колорадо раскритиковали губернатора, так как этот штат сейчас борется с иммиграционным кризисом, главным героями которого и стали граждане испаноязычных стран. Но даже после шквала критики губернатор не стал удалять это видео. Это центр Манхэттена, 5-я авеню, знаменитая башня Трампа. Сам Дональд Трамп редко бывает сейчас в Нью-Йорке, а вот его супруга часто останавливается в этих апартаментах, вот в этом небоскрёбе. Мало кто знает, но ещё в 2001 году, чтобы эмигрировать в Америку, Мелания Трамп получила специальную визу. Она выдаётся обычно благодаря экстраординарным способностям. Мелания Трамп в Словении работала моделью. Ну, вот так вот она зацепилась за жизнь в Соединённых Штатах. Но как ещё зацепиться в Америке? Ответить на этот вопрос вам поможет иммиграционный адвокат Алина Кац. Получение убежища, перевод дело из суда в иммиграционную службу, подготовка к интервью на политику. Ну, а если у вас нет оснований для убежища в Соединённых Штатах, то в офисе Алины Кац вам всё равно помогут легализоваться в Америке. Любые виды рабочих виз, бизнес-эмиграция, воссоединение с семьёй. А ещё, если уже в США в вашей семье возникли проблемы, и вы столкнулись с абьюзом, тогда у вас есть возможность подать петицию ВАВА для жертв домашнего насилия. Офис иммиграционного адвоката Алины Кац находится в удобном месте. Это Бруклин, район Мидвуд. Также прийти на консультацию теперь можно и в новый офис Алины Кац в Манхэттене. Так что приходите, записывайтесь на консультацию, и пусть ваши американские мечты сбываются как можно скорее. На озере Таха ввели новые правила для посетителей. Из-за нашествия медведей в парке теперь требуют, чтобы еда и мусор хранились в специальных контейнерах. Но вот таким образом там надеются сократить встречи медведей с посетителями, поскольку именно человеческая еда или мусор чаще всего привлекают животных, ну и заставляют их подходить ближе к людям в поисках еды. На сегодня всё. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях. Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка «Суперспасибо». Вы можете перевести нам небольшую сумму. Я благодарю всех, кто уже поддерживает нас. Спасибо за лайки, спасибо, что смотрите. Увидимся завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!